Я в качестве первого героя веры выбрала Авраама. Возможно, это не так легко, как звучит с первого взгляда. И большинство из нас уже читали эту историю про Авраама. Достаточно длинный отрывок Писания, который начинается с 12 главы Бытия и продолжается до 23-24 главы Бытия. И во всем Писании очень много ссылок идет на Авраама. Также его мы встречаем в 11 главе «Послание к евреям». То есть он есть, но он не первый в том списке евреев. Он первый такой основной герой в том списке. В принципе, начинается тот список с Авеля, евреям 11 глава, который принес Богу жертву лучшую, чем Каин. О котором мы тоже будем говорить на этой неделе. А потом Ноя, потом Авраам. Но сегодня мы начнем с Авраама. И многие бы сказали, что Авраам занимает уникальное место в Писании. И многие скажут, что это благодаря тому, что он был послушен и Богу исследовал за Богом. И совсем маловероятно, что мы как-то что-то можем упустить из его жизни. И когда мы посмотрим на всю жизнь Авраама, что видим, что для него не всегда было легко принимать решения. Также он был мужем, человеком со своими проблемами, своими сомнениями. Я говорю это, потому что часто мы какого-то человека возносим на какое-то высокое положение, так что думаем, он нам никогда этого не достигнет. И желание Бога для каждого из нас, чтобы мы вошли в эти взаимоотношения, в доверие вместе с Богом. Я бы сказал о жизни Авраама, описал ее как путешествие по вере. Это вера росла в нем до такой степени, что он научился полностью доверять Богу. И один из тех моментов, которые мы очень четко можем видеть в отношении Авраама, то тот факт, что он был послушным, он был готов слушаться. И давайте прочтем несколько отрывков. Римлянам. Римлянам 4 глава, первые три стиха. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Либо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось Ему в праведность. Можно сказать, что в это утро, это первая наша ситуация, первое, что мы видим об Аврааме, о его жизни. Нужно понять, что все это было не из-за того, что Авраам был такой, но все из-за того, кем Бог был, кем Бог есть. В каком-то смысле Авраам надеялся на Бога. И это было вменено Ему в праведность, засчитано как праведность. И поэтому, когда мы свое доверие возлагаем на Бога, это может быть засчитано нам. Когда мы полагаемся на Бога, опираемся, то есть это, можно сказать, наш кредит, куда мы вкладываем себя, куда мы инвестируем. Очень часто я смотрю на это и думаю, как мне это вообще, такую, одну картину представить, общую. С одной стороны, это позже, когда вы сидите на стуле. Вы доверяете этому стулу, доверяете, что он выдержит ваш вес. Но иногда нужно проверить стул. И мне приходилось это делать на практике. Когда вот эти пластиковые стулья, пластиковые кресла есть, садовые. Некоторые из них крепкие, а некоторые не очень. Один раз я сел на такой стул пластиковый. Кажется, в Румынии это было. Потому что стул был изготовлен в Румынии. И я почувствовал, как вдруг я вниз спускаюсь. Что произошло, получается, эти ножки стула начали расползаться в стороны и я начала опускаться вниз. И нам следует знать, на что мы возлагаем нашу надежду, кому мы доверяем, во что мы доверяем. И с одной стороны, в этом вся суть путешествия Авраама. Еще, Римлянам 4 глава, стихи 13-22. Римлянам 4, 13-22. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим, несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба сареного мертвений. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. Это очень важный текст, это очень важный отрывок Писания для понимания, как это все бывает, происходит. Обетование Аврааму, обещание Аврааму, did not come through any form of self... How should I put this? Self-benefiting or doing things. Self-benefiting. И обетование было дано Аврааму не из-за того, что он был просто послушен. Потому что послушание может привести к законничеству. И Бог действует не таким образом. Да, Бог хочет, чтобы мы делали некоторые вещи. Но Бог всегда есть Богом благодати. И Он знает, что мы не можем все абсолютно исполнить. Но все же Он дает нам цель, к которой мы можем стремиться. Потому что если не будет цели, к которой можно стремиться, то никуда вообще не попадете. Нужно что-то, к чему надо идти. И тут в этом отрывке сказано, но через праведность, которую производит доверие. Если это только то, что вы законнические такие, вы какие-то дела исполняете, то тогда в доверии, в вере нет никакого смысла. Почему обетование должно основываться на доверии? Потому что тогда это будет дар от Бога. Такой бесплатный дар от Бога. Когда мы понимаем, каковы же обетования Бога, и когда мы полагаемся на эти обетования, то тогда то, что должно произойти, произойдет. И как сказано, Авраам, наш отец, в глазах Бога, потому что он доверился Богу. Как тому, кто животворит. И называет несуществующее, как существующее. И поэтому эта вера Авраама в буквальном смысле родила новый народ. Израильский народ. И во время этого путешествия в то место, мы видим, много событий происходит. И как один человек сказал, что мы не люди Писания. Получается, люди Писания, люди избранных отрывков Писания. То есть не всего Писания, а то, что выберем. У нас у всех есть свои предпочтения, маленькие, небольшие Писания. И часто мы не смотрим на этот общий план, общую картину Писания, о чем вообще она все говорит. И то же самое бывает с нами. Мы смотрим на людей, и мы выбираем какие-то хорошие части, положительные моменты в человеке, то, что нам нравится. Но Писание так не делает. Как Писание говорит, хорошее, плохое и ужасное. И как Писание, оно говорит о человеке, конкретно ничего не оставляет за пределами, точно указывает, какие пороки, какие положительные качества. И как я раньше сказал, что часто мы санитарную такую уборку делаем с Писанием, мы почищаем то, что не надо, то, что не нравится. Что-то забываем, что-то прикрываем, что-то выпускаем в Писании. Но Писание говорит все так, как это есть, как это было. И одна из тех причин, по которой мы берем только часть Писания, это потому, что большинство проповедников также проповедуют на основании каких-то маленьких кусочков. Есть такое понятие, как контекстуальное учение. И что это означает? То, что вы читаете, вы вписываете в больший контекст, в большую картину. Для того, чтобы общую картину видеть, а не только кусочек маленький. Поэтому я буду говорить как о слабостях Авраама, так и о его сильных качествах. Тогда мы лучше поймем, что же пытается донести Писание до нас. Я верю также, что растет сознание, понимание того, что Писание нужно понимать в общем таком большом контексте. Есть, получается, церковь в Америке, которая называется церковь цельного слова. Целостного слова. Что они хотят, они хотят полностью все Писание применять и читать, и видеть. Но, с другой стороны, не совсем это и получается. Это такой странный феномен, который мы встречаем повсеместно. Кто из вас попытался прочитать какую-то одну книгу Писания за один присест? И как получилось у вас до конца? Иногда это очень важно. мы пытаемся прочитать все за один раз. Для того, чтобы общую картину получить. Не всегда это легко. Особенно, если читаете книгу чисел. За один присест. Это хорошее упражнение. Немного будем мыть сегодня медленнее, потому что мне приходится два файла читать. Ну, использовать. И есть там определенные события в жизни Авраама. И когда мы будем изучать эти события, мы увидим, как Авраам прогрессирует, но также иногда, как он дегрессирует. И когда мы будем изучать эти события, мы увидим, какой был прогресс у Авраама, но иногда был у него и регресс. Движение назад. И можно сказать, что иногда одиннадцатая глава послания к евреям, это у нас такая доска почета, доска славы, ну, из всего Писания. Ну, что-то похожее. Идешь в музей, и там такие висят портреты великих людей. И все из которых что-то такое изумительно сделал в истории. И называете это доска славы. Но я не уверен, когда буду дальше говорить об этом, буду ли я использовать эту терминологию. но просто мы будем видеть, просто будем смотреть, что Бог делал в жизни этих людей. И когда мы что-то делаем, не обязательно привлекать к себе внимание или к этому стремиться. Когда мы что-то делаем, то наша цель должна быть в том, чтобы Бог получил славу. Для нас, людей, это очень трудное задание. Нам нравится, когда нас оценивают. Нам нравится, когда люди хорошо думают о нас. И также нам нравится в какой-то мере получать похвалу. Помню, как были времена, я очень сильно зависел от мнения людей, и особенно после моих проповедей. Было так хорошо, когда люди подходили и говорили, о, какая хорошая проповедь была. Или же, о, это так интересно было, то, чему ты учил нас. Но затем, когда люди приходили и очень сильно критиковали или не соглашались, то это было немного менее приятно. И затем бывают ситуации, когда ты проповедуешь то, что люди хотят слышать. И также нам следует понять, что то, что мы делаем, должно приносить славу Богу и должно указывать на Бога. То есть, когда я слышу кого-то, и это не очень часто, что ты слышишь это, потому что мы все человечества, что когда я once, once or twice, я слышал кого-то сказать, что я действительно испытываю Господь, что ты привыкал сегодня. И это не часто бывает. Это было раз или два, и когда мне говорят, что я почувствовал, как Дух Божий пришел, сошел, когда ты говорил сегодня. И то, что я понял, то, что я увидел, не обязательно они не должны видеть меня, но они увидели Христа через меня. И это важно, чтобы люди видели Иешуа, видели Бога в нас, через нас. Это то, к чему мы должны стремиться. Не так стремиться к тому, чтобы потакать своему эго, но больше искать того факта, что Бог хочет работать через нас, действовать через нас, и Он может это делать. Так, итак, Бог призывает Авраама. В Бытие, 12-й главе. Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. В каком-то смысле Авраам один из моих любимых людей, которые в Библии описаны. Я могу очень легко найти параллели между его жизнью и моей. С одной стороны, я не хочу рядом с Авраамом становиться, но некоторые из моих ситуаций жизненных очень похожи на то, что было в жизни Авраама. Потому что было два, может даже три раза в моей жизни, когда Бог мне говорил, я хочу, чтобы ты перешел отсюда, вот туда. И это было все. Не было отдано никаких причин, почему. Ничего больше Бог не говорил ко мне, как таких слов, иди отсюда, туда, из этого места, в то место. То же самое с Авраамом, он не знает, что вообще Бог задумал. Бог просто говорит ему, собирай все майонам-банатки, все, собирай, пакуй вещи, иди туда. И кто из нас был готов такое сделать? Окей, Авраам говорит с Богом, и Бог говорит ему, тебе нужно переезжать. Тот приходит домой, и он говорит Сари, нам нужно переезжать. Авраам, куда мы переезжаем? Я не знаю. Ну, просто Бог сказал мне, нужно туда переехать. Но Авраам, зачем вообще туда переезжать надо? Нам нужно все свои вещи спаковать. Так тут хороший уже дом устроились. все так обустроено было. Все уже по местам разложено. А теперь ты говоришь, что нам переезжать надо. не только Авраам в этой истории принимает участие. Иногда мы об этом забываем. Так же там была и Сара. она должна была следовать за своим мужем. Может быть, в те времена это было немного легче, чем это в наше время. Может быть, женщины были немножко больше, послушной. и хотели следовать за своим мужем без слишком больших споров. Это уже, можно сказать, шесть лет назад было. Переместимся в наше время. Я был тогда в Финляндии. Это было лето. Я сидел там возле озера. И я ловил рыбу. Рыбачил. И иногда очень хорошо пойти на рыбалку. Потому что рыба не спорит. Я не знаю, что, в принципе, произошло. Либо это был реальный голос, либо что-то внутри меня. Бог сказал мне, оклянись вокруг себя. Посмотри на эту землю. Я хочу, чтобы ты переехал сюда. И хочу, чтобы ты построил дом. Я получил свое послание от Бога. Больше ничего не было. Ну, в то время все больше. Ничего не сказано. Почти как Абрам. В тот момент мы помогали строить новую церковь, созидать новую церковь. Была большая необходимость в этом. И, можно сказать, с одной стороны, я просто это оставил. Я никаких причин не видел в этом. И, с одной стороны, я не то, что боялся, но нервничал в преддверии дискуссии с моей женой по этому вопросу. поскольку к тому моменту, к тому времени мы только закончили ремонт в нашем доме, который в Бельгии. в то время мы были в Бельгии. Ну, жили постоянно. Все было в порядке. Новый дом, новая кухня. Все красиво, ну, декор классно. И Лиса была очень счастлива. И ей это все нравилось, именно ремонт этого дома. И следующее лето мы были снова в Финляндии. И к тому времени, я, можно сказать, небольшие намеки уже говорил Лисе. И она не очень шла на сотрудничество. И затем следующий лето я был в Финляндии, в同じ месте. Затем, следующее лето снова, я в Финляндии снова в том же месте. На рыбалке. И то же самое послание Бог говорит мне. Бог говорит, я прошу, сделай что-то. и я должен признаться, что в тот момент у меня была небольшая дискуссия с Богом. Но Бог не шел на никакую дискуссию. И в тот же лето я сказал Лисе, что нам надо что-то делать по этому поводу. И была такая же аргументация, которую, возможно, и Сара давала Аврааму. Что мы здесь будем делать? Нам нечего делать здесь. И мы, кроме того, участвовали в церквях в Бельгии, помогали в разных делах. И Лиса говорила, мы не нужны им здесь, в Финляндии, поскольку много нужд есть в Бельгии. И я не хочу сюда переезжать. Она была очень настойчива. Но с того момента у меня просто не было покоя. Я пытался говорить снова по этому вопросу. И у нас была дискуссия. И около Хрисмаса и приблизительно на Рождество 2003 года. И я думаю, что это было именно побуждение от Бога, такое настоятельное, что Бог говорит сейчас. И я знал, что если я не сделал бы это сейчас, то это было бы непослушание, у меня возникли бы проблемы. Я не знаю, но это все равно был где-то Рождественский период. Мы только легли спать и я говорю, нам следует принять решение. И Лиза говорит, ну хорошо, тебе следует принять решение. И поэтому я сказал, мы переезжаем. я знал, что она не была счастлива. Но она сама сказала такое. А хоть один раз в жизни я последую за своим мужем. поэтому если вы услышите это you telling Лиза поэтому если Лиза услышит кассету в видео, то то есть ты будешь знать, что я правда сказала. И то, что интересно, возможно, что-то похожее было у Авраама. И у нас были ситуации с Лизой, когда мы должны были оба понимать то, что Бог говорит к нам. каждому из нас по одному какому-то вопросу и потом мы делали это. Можно сказать, в этом случае это было небольшое отклонение от того, как все обычно было. И было еще несколько случаев после того. Мы были на собрании и человек, который учил тогда или преповедовал. Я даже думаю, что это было уже к концу того собрания, к концу его речи. и я тогда сидел во втором ряду и женщина проповедовала. Она смотрит на меня и она говорит, Бог сказал тебе переезжать и ты должен сделать это сейчас. Это было первое и единственное подтверждение. поэтому в 2004 году мы переехали. И постепенно мы начали понимать то, что Бог хочет от нас там. И также мы это видим с Авраамом, что-то похожее, когда он будет дальше идти. Я могу также сказать вам, вы можете эту историю перенести в наше время. Бог не изменился. Иногда Он будет просить то же самое у вас. И только вопрос возникнет такой, будем ли мы готовы ответить Ему. Авраам получает это задание от Бога оставлять свою родную землю и идти в другую страну. И Бог дает ему очень удивительные обещания. великое имя, защиту обещает и также благословение для самого Авраама и благословение для всей земли. Авраам ответил вере, с верой и доверием и делая то, что Бог ему сказал. И вот этот человек Авраам который рисковал ради неизвестного будущего доверяясь лидерству Бога. вере в том, чтобы жить и идти с Богом. И в тот момент он все еще был именуем как Авраам. И будет менять его имя. И эти перемены имен в Писании очень интересны. И тут тоже нужно обращать на это внимание. И в тот момент все идет хорошо. И история продолжается, мы видим, что Аврааму 75 лет. поэтому нужно помнить эти факты, когда мы читаем эту историю. И когда Авраам приходит в ту страну, Бог снова подтверждает свое обещание и немножко больше открывает. 12 глава, 7 стих. Господь является Авраам и говорит потомство Твоему дам эту землю. Потому Авраам строит жертвенник там к Господу. И там никаких нет деталей, как вообще Бог ему явился, в какой форме, в каком виде. Интересно, что Бог не только проговорил Аврааму, сказал ему, но также явился, Авраам не только слышал, но и видел. Я также думаю, что Авраам в тот момент немножко запутался. И иногда у нас такие тоже могут быть недопонимания. Иногда мы думаем, что Авраам должен был владеть всей землей. Но здесь говорится, что те, которые будут после тебя, твое потомство, потомки твои будут, им будет принадлежать эта земля. Вначале у Авраама были такие общие обещания, обещания, которые относятся к будущим благословениям. И начиная вот с этой части истории, дальше эти обещания будут снова повторяться, подтверждаться. и больше будет уже деталей дальше. Когда Авраам будет продвигаться дальше в ту землю на протяжении последующих 25 лет. И сейчас сделаем перерыв.